Честно говоря, я абсолютно без слов в том смысле, что... Потеряли дар речи? Я так подозреваю, ругаться матом у вас здесь нельзя. Если я начну, вы меня больше не пригласите. Мы сделаем вид, что мы не расслышали. На самом деле, я помню, у Бену Кидзе были слова, что украинской элите выпало удивительное право повлиять на развитие мира. Но, к сожалению, они это потеряют, они используют. И когда ты смотришь, что... Ну, в общем-то, так и есть. Парламентариям, президенту, прокурору, премьер-министру, этому несчастному. В общем-то, было дано уникальнейшее право поменять ландшафт Европы. И они его просто профигачили. То есть, и теперь такой кризис, и смотришь на это все, и базар такой детский какой-то, неинтересный. Исключили по правилам, не по правилам. Это вы к привозу уже быстро привыкли. На самом деле, мне это совсем неинтересно. Я хотел бы уйти, не слушать это все. Мне кажется, сейчас выход, к сожалению, такой, потому что вы профигачили этот шанс. Нужно назначать Гройсмана, дать ему шанс, дать правительству ему шанс. Это будет не идеальное правительство, но это будет то правительство, которое сейчас вы заслужили. И если он справится хоть с чем-то, я подозреваю, он не будет каким-то серьезным реформатором, потому что он выходит из системы, он будет в этом парламенте. А вот некоторые говорят, что он был очень успешным мэром Винницы, и очень многое там сделал. Вполне, вполне. И винничане говорили, вот бы нам такого президента в свое время. На самом деле, на самом деле, и поэтому, поэтому я говорю, что ему нужно дать шанс. А какой срок вы, кстати, Гройсмана отпускаете на премьерство? Полгода. Нет, ему нужно дать полгода, чтобы он показал, какую команду. На самом деле, из всех, из всех вот этих постсовдеповских, из всех постсовдеповских руководителей, он единственный, кто может собрать команду вокруг себя. Он единственный, кто, в общем-то, ценит интеллект, в общем-то. Он умеет договариваться. В Украине сейчас ищут такого политика, как Джек Кеннеди, который шел в конфронтацию острую, и он пытался всех победить. Но был еще такой президент, как Линдон Джонсон, который со всеми договаривался. Он договаривался с контрабандистами, с оппозиционерами, с хиппи, со всеми. И вот Гройсману нужно дать шанс, чтобы он попробовал вот так вот как-то вас всех сдержать в этом парламенте несчастном, опять же, на какое-то время. Если это не получится, то вы спровоцируете выборы, на которых вас накажут, накажут всех, и накажут очень-очень жестко. И это сейчас ваш выбор. Либо вы согласитесь, другого кандидата я сейчас не вижу. Яреско нет? Не сможет набрать большинство, потому что технократическое правительство – это ерунда. В том смысле, что технократы приходят, когда у элит нет возможности дальше управлять. Они приходят, как то, что называется, gatekeepers, на полгода, чтобы привести к новым выборам. Мы сейчас курс на новые выборы не берем. Нам западные партнеры этого не советуют. Мы сами не можем это потянуть. Мы единственное, что можем, это попробовать сделать еще раз то, что нам нужно. Взять этого хозяйственника и посмотрим, как это все будет происходить. Если вы завалите это, то будут новые выборы. И новые выборы закончатся, скорее всего, так, что с одной стороны выиграет мафия, с другой стороны выиграют демократы, с третьей стороны выиграют регионалы. Это будет очень плохо управляемая страна, и это ваша будет беда, и горе страны, что вы допустили до этого, что то, что сказал Каха, пенки, так, к сожалению, произошло. Мы в счастье купаемся. Надо менять выборчее законодательство. Да, конечно, и очень важно. И я бы тогда сказал, смотрите, если такая ситуация, то давайте будем менять выборчее законодательство. Давайте, если мы действительно идем на новые выборы, то давайте Гройсу дадим шанс за умовы, что мы меняем законодательство с тем, что если будут новые выборы, то хотя бы, чтобы мы наказали БПП за их демократизм, чтобы мы наказали Народный фронт за то, чтобы они держались за это кресло так долго. Да, и посмотреть, кто новый придет.